Здравствуйте! Вы смотрите Акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы и почти 30 лет бессменным руководителем Омского обкома КПРФ. Александр Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Алла Якина! Пока нам можно агитировать за КПРФ, мы сегодня этим и займемся. До выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание Омской области остается не так много времени. Насколько важны эти выборы для страны Омской области, мы с вами на протяжении 6 лет, по-моему, разговариваем в этой студии. Нам, сидящим здесь, совершенно очевидно, что ситуацию в стране надо менять и менять кардинальным образом. А как вот донести до тех, кто сидит по ту сторону экрана? Александр Алексеевич, возможно это вообще сделать каким-то образом? Возможно. Возможно. Если бы было невозможно, то, наверное, мы бы не занимались этим в течение многих лет. Как вы говорите, 6 лет мы работаем с вами в эфире. И, в общем, эта тема у нас центральная. О том, что ситуацию надо менять, что ситуация будет ухудшаться. Возможно, но очень и очень сложно. Сложно, ну, почему? Потому что граждане поворачиваются к проблемам и начинают задумываться, когда сама жизнь, обстановка и обстоятельства берут за горло и безысходность становится полной. Я все эти годы, ну, поскольку в политике давно и занимаюсь борьбой за нашу родину, за наш народ, за людей тоже очень давно, я себе всегда тоже задаю вопрос, ну, почему? Ну, очевидные вещи происходят в стране, да? Какую мы с вами сферу не возьмем? Что с экономикой? Ну, от России от экономики остаются рожки до ножки. Мы экономически слабая страна, а последние, сколько, уже 8 лет нищает, уровень жизни падает. Когда мы говорим о общих показателях, которые, ну, гражданину, обывателю особо непонятны, вот, о том, что валовый внутренний продукт в стране не растет, а то и снижается, а если какая-то динамика есть, то она, как правило, отрицательная, то есть движение вниз, или, так сказать, Росстат придумывает дутые цифры, которым верить, конечно же, нельзя. Если мы возьмем сферу с вами социальную, ну, тоже с точки зрения нормального человека, как можно соглашаться с тем, что творит Единая Россия, правительство, власть, президент в области социальной? Что стоит только одна пенсионная реформа, да? Неужели простят вот наши жители? Глотает, но вот сейчас выборы будут еще раз, посмотрим, удалось ли, так сказать, дошло ли до людей это. Вот сейчас страшная беда обрушилась с этим коронавирусом, с этой эпидемией, пандемией, и понятно, что, сколько у нас официальные данные, 150 тысяч уже скончалось где-то, порядка такой людей от этой заразы, но ведь мы знаем, что одна из причин того, что это происходит у нас и приобретает для многих, а если считать сотни тысяч умерших, трагические последствия, и опять это спокойно принимать, но ведь следствие чего это происходит? Потому что наше здравоохранение разрушили, отдавая его и в частные руки, сокращая, ведь только за период, когда фактически Путин руководит страной, то есть президент его, у нас 6 тысяч поликлиник, по-моему, закрыли, около более 5 тысяч, наоборот, да, нет, 6 тысяч поликлиник и более 5 тысяч больниц. Сегодня вопрос стоит, где разворачивать койки, но ведь самое главное еще, лечат не больницы и не койки, лечат люди. Куда ушли врачи наиболее квалифицированные, куда ушел средний медицинский персонал, где вспомогательный медицинский персонал, он уходит в частный сектор, где выше зарплата, где другие возможности, а у них почему лучшие возможности, потому что медицина платная и людей, простите меня, там оббирают, а человек ради здоровья и спасения себя или близких, он, конечно же, вытащит последнее. Если мы возьмем сферу образования, кстати, может быть, одна из главных причин, вот вопрос, можно ли достучаться, можно ли понять, это уровень образованности людей, это кругозор людей, а для этого нужно образование, образование в нормальном понимании, а у нас тот эрзац и те реформы, которые сделали, у людей вышибают мозги. Понятно, нашим олигархам, хозяевам жизни, чиновникам нужны люди необразованные, темные, дурные, с дурновкусием и так далее, это поощряется всячески. Проще управлять? Конечно же, но в человека превращают, извините меня, и это, если вот посмотреть сегодня все эти интернеты, инстаграмы и так далее, оскотинивание идет человека. Ну там страшное дело вообще, что творится. О чем я говорю, а потом ждать о том, чтобы человек, по сути дела, неграмотный, в широком смысле слова. Я не говорю там про, сейчас интернет показывает уровень образованности, подготовки людей, орфография, пунктуация там вообще не стоит, но и другое, какие вкусы, кого делают героем, на что ориентирует, особенно молодое поколение. Ну а звезд наших посмотреть, молодых, страшно? В том-то и дело, и это главные звезды, у которых там подписчиков миллионы, десятки миллионов, в любой стране, которая стремится воспитать в людях благородство, гуманизм и так далее, это вызывает отвращение, это рвотный эффект, вызывает то, что показывают, а это этим кормят людей. И вот мы хотим, чтобы люди на таком фоне ориентировались, что-то понимали, а что нужно быдлу, как, ну по-польски быдло это скот, что нужно скоту? Ну кормить, кормить, ну в магазинах вроде товара хватает. Да как цены, Александр Сеевич, кормежка-то скоро будет недоступна. А вот другая тема, сейчас появились новые данные, усилилась продажа долгов, особенно микрофинансовых организаций, куда лезут люди с наименьшим доходом, кто не может вести с концы с концами. Так вот, по сравнению с первым кварталом прошлого года, 20-го года, в 21-м году вдвое увеличилась продажа долгов коллекторам молодых людей в возрасте до 25 лет. То есть наша молодежь, начиная с 18, у них есть потребности, сегодня тем более можно делать это онлайн, залазить в долги. И они, не имея возможности к сведению концов с концами или решая какие-то проблемы, я не знаю, гаджет купить, там что-то себе другое приобрести, они лезут в эти микрофинансовые организации. Понятно, на что они рассчитывают. Там же проценты страшные. Можно предположить, что они хотят залезть в долги, не отдадим, вроде ничего не сделают. Коллекторы начинают из них это вытряхивать, вышибать, выбивать, как называете. Это показывает, товары-то кругом есть, а денег у меня нет. Где их взять? Ну пойду, возьму микрофинансовые организации, там моментально мне дадут. Это к вопросу о рабочих местах для молодежи. Да, вот. И сегодня на них будут наезжать, из них будут вытряхивать. Да, куда они побегут? Ну у кого есть родители, дедушки, бабушки, из них будут пытаться, чтобы они закрыли эти долги. Но это вопрос не только безответственности, это вопрос бесперспективности для молодого поколения. Ну а другое дело, все равно мечтают быть блогерами, надеясь, что их там всякие ходы, порой извращения, будут приносить им большие деньги. И герои сегодня для молодежи, люди зарабатывающие миллионы. Ну на что миллионы? За такие миллионы и за такую работу вообще человека надо привлекать как минимум к уголовной ответственности. Потому что это расцвеление всего и вся. Это, кстати, понимают, если обратите внимание на ситуацию, когда выступают против этих суперзвезд сегодня извращений. Даже бойцы смешанных стилей, ну там, где ребята бьют друг друга нещадно в кровь, и то у них доходит, что так нельзя. Это не должно быть. Они выступают против их концертов, но это навязывается, навязывается. Поэтому это такая ситуация. Старшее поколение, ну оно тоже сидит у тех программ, у того же телеэкрана, когда смотрят на передачи, либо где стирают грязное белье каких-то звезд, да, либо умиротворенно рассказывают, показывают всякие концерты. А обратиться к правде, ну это же вообще-то больно, если у человека мозги работают. Правда, она у нас горькая, вот, поэтому то, что мы с вами несем и рассказываем, это не воспринимается, ах, ну зачем я себе буду портить настроение. Другое дело, что ты уже все знаешь, и тебе, допустим, ни об ком-то, ни красный путь, я не говорю, там, правда или красная линия, тебе уже не нужны, ты все знаешь лучше, чем КПРФ, чем коммунисты, что делать, как делать, за кого голосовать, а ты ничего не знаешь. Ты вот знаешь, там, героев эстрады, эти программы, все прочее, и вот через это все надо проходить, проламываться, возможно, решить задачу эту, но для этого надо идти к человеку. Нужно, чтобы наша команда, наши сторонники, я имею в виду не только члены партии, но люди, были вместе, и они объясняли глаза в глаза, что страну довели до ручки. Вот мы сейчас, там, скажем, гордимся, у нас Путин предложил, чтобы паровозом, как говорят, ну то есть возглавили список Единой России на выборах, Шойгу, а почему Шойгу, почему министр обороны? Ну, у нас в последнее время популяризируют, якобы, достижения наших вооруженных сил, обновление наших вооружений, появление нового оружия, но это имеет место быть, правда, не рассказывают, когда... Самую чуточку обновились? Хвастаются, нет, ну, говорят, 70% уже, так сказать, новейшее оружие, правда, не сравнивают, сколько было, сколько стало, и от какого количества, условно говоря, считают они, но это пусть будет военная тайна. Ну, вот простой пример. Сейчас, по-моему, завершаются, или завершились уже учения в центральной части Тихого океана, невиданные для России постсоветской, для России буржуазной, учения военно-морского флота. Аж 20 кораблей вышли в центр океана, туда ближе к Гавайям, где основная военно-морская, так сказать, база США, и провели учения, имитируя там атаку авианосной группы, есть такое, так сказать, мощное движение 20 кораблей и 20 самолетов. Прошло, еще не закончилось. В Черное море зашли, проводят учения НАТО, зашли 40 кораблей, но Черное море, это, извините меня, по сравнению с Тихим океаном Луша, вот 40 кораблей у наших берегов, да, и проводят учения, да, с эксцессами там, с этим британским эсминцем, который влез в территориальные воды, заявляя, что Крым, ну, видимо, они считают украинским и так далее. Вот ответ, вот возможности все есть. Так вот, когда они делают ставку на таких героев, выдавая за какие-то достижения, на самом деле проблем много. Я вот слежу за ситуацией с тем же нашим флотом, она очень тяжелая. И те корабли, которые запускаются, и бравурно рассказывают там о выпуске корветов, которые должны заменить сегодня чуть ли не крейсера. Я вспоминаю, что в советские времена перед гибелью страны были созданы совершенно уникальные корабли, называется этот проект «Орлан», самые мощные вообще по вооружению корабли, которые один мог уничтожить авианосную группу. Вот, от этих кораблей их уничтожили, они были на каждом, по сути дела, флоте у нас, в каждом море должны были быть. Вот остался один, его переименовали, это проект, проект вообще называли «Орлан», а проект первый назывался «Киров», и уже ушел на металлолом. Вот сейчас пытаются отремонтировать уже много лет адмирала Нахимова, чтобы запустить, а единственный, который у нас ходил, это Петр Великий. Это вот как раз советский проект «Орлан», самый мощный вооруженный корабль на флоте. Но мы таких строить не можем, мы даже отремонтировать их не можем. И надеемся, что корветы, а не дай бог, ну дай бог, конечно, построим фрегат, и мы сразу стали всех сильнее, ну, я понимаю, что... И пока один фрегат строим, они 10 строят. Совершенно верно, совершенно верно. Здесь проблема кругом. Берем с вами систему науки, ведь страна может развиваться, претендовать на что-то наука. Академию наук разгромили, НИИ лаборатории вывели из этого. А это высокие технологии. Если хотим, что грядущий век — это биотехнологии, электроника, это робототехника, за этим должна стоять наука, в том числе и фундаментальная. Там полный караул, это тоже очевидно. А еще главное не только организации, да, лаборатории, институты, главное — люди. А у нас утечка мозгов страшная, как была, так и продолжалась. Десятки тысяч людей уезжают, ученых, мозги утекают из страны. Тех, кого могли бы, так сказать, организовать технологический прорыв в России. А если мы берем с вами космос, мы сегодня уже, про Китай не говорю, куда он идет. Он становится туда и в космосе не просто участником мирового развития, но одним из лидеров он станет в ближайшие годы. У нас только планы, проекты и прочие. Грабеж на Восточном, катастрофический. Мы отстаем во всем. И в разработке ракет и так далее. Вы же когда-то первыми были, Александр Васильевич. Мы были первыми и до сих пор. Вот китайцы ведь используют нашу советскую систему, опыт. Ну, конечно, там, так сказать, модернизируют новую эпоху. Но наработки, фундаментальные подходы к решению задач космоса — это все советское. И, как показывает Китай, это успешно решается. Проблемы выхода на лидирующие позиции в мире — это наш. Ну, а в чем еще мы? В спорте? Ладно, еще любимое занятие. Только нет. Вот мы, так сказать, недавно отметили 80-летие начала Великой Отечественной войны. Война, которая началась для нас трагически, кончилась великой победой, великими завоеваниями. Но ведь сегодня, посмотрите, от побед мы пошли к поражениям. Мы утрачиваем все. Мы утратили эти территории, зоны влияния и так далее. Мы утратили ту страну, на которую напал Гитлер, хотел разгромить. Не удалось, разгромили его. А точнее, напала на нас Европа, объединенная Европа Гитлером. И мы ее разбили. А теперь все утратили, все опустили коту под хвост. Ну и любимое хлебое зрелище, мы с вами говорим в спорте, что хоккей, любой хоккей, старший или молодежный. Про футбол, ну это вообще трагедия. И это можно было бы говорить, ну в спорте есть спорт. Но, ребята, какие деньги туда закачиваются, это не просто деньги. У нас футболисты получают огромные деньги. Тренер сборной получает, он, по-моему, в пятерку вошел, если верить интернету, в пятерку самых высокооплачиваемых. Так он должен быть в пятерке тогда самых успешных команд. По-моему, 10 миллионов, цифра такая, рублей зарплата, сказать, тренера. Ну, вопрос другой. Это же надо понимать, что это деньги-то народа, это деньги налогоплательщиков. Это не кто-то там подарил. И когда нам говорят, ах, Газпром содержит такую-то команду, это же все деньги-то. А что они из карманов из своих достали? Национального достояния, это все то, что достается вот сейчас с 1 июля повысят на 3% стоимость газа. Это как раз деньги будут идти. Это деньги народа. Как ими распорядились, какова эффективность, когда мы смотрим на все? Что у нас с селом происходит? Ну, это трагедия. Посмотрите, если обращаться к нашей малой родине, да? Газификация, полный аут, да? На севере трагедия, зима приближается, там полный кошмар. Сейчас зима приближается, я знаю, отопление. У города нашего родного, у теплоснабжающей организации долги 1 миллиард 200 миллионов. У районного организации большеречья более 120 миллионов долги за это топливо. Где? Где, брат? Откуда? У тары там десятки миллионов и прочее. Вот эффективность работы той системы, в которой живем, и ту, которую нам они навязали. Это факт. Ну, а про культуру я вообще не говорю. Но ведь посмотрите, опять же сравнивая, если бы у нас был прогрессивный строй, если бы то, что произошло, оформилось в 91-м году, было движением вперед, прогрессии, то есть законы, это, я думаю, со мной согласятся любой, кто чуть-чуть знаком с культурой, есть вопрос, это сразу выражается в культуре, появляются новые яркие формы, необычные, которые становятся общемировыми шедеврами. Вспомните советский период, писатели, поэтов, музыку и так далее. В течение буквально 20 лет мы вышли по этим позициям, ну, у нас в литературе тот же Маяковский, Шолохов, в музыке тот же Прокофьев и еще там называть национальных, эти хачатуряны масса, в кинофильме Эйзенштейн с его, так сказать, его фильмами. А что здесь? Здесь дают кому-то там, Михалкову, по-моему, Никите вручили этого, пресловутого Оскара, да, который сейчас будут по какому-то гендерному, гендерному, расовому принципу вручать, только дают за антисоветчиму. Если ты заплевываешь Советский Союз, а почему? Да потому что это период Великого Взлета, это пример был всему миру. Если вы заплевываете, если вы показываете его в том виде, в каком нужно Западу, хозяевам, тогда ты можешь претендовать на Нобелевскую премию, на Оскара. Да это же стыдно для собственной страны-то, это же позор. Для них слава, для них эта статуэтка, эти там денежные призы, это главное. Ну, это о другом. Поэтому, когда мы с вами смотрим на эти реалии наши, да, вот идет репортаж, люди сидят без воды, скотину напоить нечем, огород полить нечем. Я же прекрасно помню, у меня в детстве жил в селе, в том же центральном уральском совхозе, я помню, как в начале 60-х пришел водопровод. А до этого там с водой проблемы, была водокачка, были колодцы, колодцы, как правило, с соленой водой, практически непригодной. Люди считали за счастье, поручали, кто поехал в пристань, привезти оттуда флягу воды из РТШ, вот на ней готовили, чай делали и так далее. Пришел водопровод, жизнь по-другому, деревня расцвела, появились огороды, там овощи, все выращивают, сейчас все это сгнивает, вон по всем районам области. Что они, а пришел частник, да, у нас, сидит в офшорах, отдали в аренду, все, и в итоге все гибнет, все разрушается, вот, а мы при этом присутствуем. Ну, магазины, там, лента, пятерочка, что там у нас, магниты, азаты и так далее, они наполнены товаром. Товары откуда? Товары импортные, некачественные, а если, сказать, наши, то по цене дороже импортных. А почему по цене? Да потому что тоже сельское хозяйство, которое отдали частнику, никогда фермер не накормит страну, это понятно, нужны крупные хозяйства. А крупные хозяйства, они сегодня сдирают три шкуры с потребителя, потому что, ну, на самом деле топливо дорогое, горючка дорогая, все это дорожает, чтобы конкурировать, в итоге мы ушли от импорта в чем-то чуть-чуть, вот, а пришли свои, так там еще пострашнее. Про качество я не говорю, а про цены это уж точно. Вот, поэтому, когда мы вот это все видим, пытаемся объяснить людям, включить. А они сами-то не видят, они же в магазин ходят, в коммуналку платят. Пришел, потом после этого сел к телевизору, потом после этого придет представитель, когда выборная кампания начинается с соцслужбы, если это ветеран, а я опять подчеркиваю огромную роль и влияние на ситуацию старшего поколения, потому что молодежь пока в микрофинансовые эти организации ходит, а на выборах, по-моему, меньше ходят, чем в микрофинансовые организации. Надеюсь, что меня это не касается. Они не могут этого связать, а связать не могут, потому что не хватает, простите меня, мозгов. Ковид, говорят, убивает серое вещество, ну, поэтому все еще усложняется. Да, ну, вот в этой ситуации, ну, только надо бороться, потому что здесь речь идет, я мог бы пафосно говорить, за родину, да, за народ широко, здесь каждый за себя борется, если он выступает против проводимой политики, против существующего порядка вещей, против безответственности чиновников, которые вообще тоже, им иностранной народ наплевать, им надо выполнить инструкции, нормативные документы, получить заработную плату, тем более на фоне остального народа, обездоленного, они, в общем, выглядят хорошо. А если учитывать уровень коррупции и злоупотреблений, то там совсем еще лучше получается. Александр Сеевич, ну, вопрос, конечно, у меня следующий такой маленький, и вам я его за... Почему КПРФ? Почему КПРФ достойна того, чтобы за нее проголосовали граждане России? Почему никакая другая партия? Что изменится, если коммунисты будут в большинстве? Мы перед каждыми выборами это говорим. Вот, если бы говорить с человеком, да, совершенно правильно. Во-первых, активно вбрасывается тезь о том, что все они одним миром мазаны. Какой толк от этого? Да что вы можете сделать? Да почему? Да, да, да. Значит, ну, попробую, насколько можно, кратко объяснить ситуацию. Почему КПРФ? Значит, и для кого КПРФ? Вот если вас устраивает то, что происходит, если вы согласны, что все, что идет, идет хорошо и правильно, вот тогда для вас КПРФ, конечно, неинтересно. Вы голосуйте за любую из десятков партий, которые возникают, предлагают, и так далее, потому что, по сути дела, это одно и то же. По природе, по причине их появления. Но если вы хотите своего личного благополучия, будущее своим детям, ну, я могу перечислять, бесплатное образование, качественное здравоохранение, качественное и бесплатное, работу нормальную, с нормальной зарплатой, жилищное обеспечение, платежи коммунальные, приемлемые. Давайте весь перечень проблем, с которыми сталкивается человек. Это вся жизнь моя. Человек, да. Это все по жизни. Вы сейчас перечислили всю мою жизнь. Тогда КПРФ. Почему? Ну, потому что, вы посмотрите, вот у нас часто там выступает, сейчас вот партии начнутся, агитация активная, они все будут говорить за все хорошее против всего плохого. Но это слова, это слова, это партии, которые фактически не имеют истории созидания. Они ничего не строили, кроме партии Единая Россия, которая разрушала нашу страну, разрушала жизнь, разрушала культуру, разрушала мораль, разрушала науку. Вот это у них есть. Это активные разрушители, если этого кто-то не видит, ну, он совсем, совсем инвалид на все органы чувств. А вот что касается, так сказать, нашей партии, единственная партия, которая существует для народа, за народ, причем за народ, как говорим, простой, а на самом деле партия трудящихся. Тех, кто работает, или тех, кто честно отработал на родину, надеясь на нормальную жизнь для себя в старости и для своих детей в будущем. Других нет. Программа партии. Реальные дела. История коммунистической партии, вот она вся. И оплеванная, и всякое ее показывает. Но когда доходит до всего главного, все признают. Величайший взлет страны, народа, выход из грязи, из неграмотности, из нищеты, переселение из вшивых бараков в жилье, да, пусть не дворцы, но жилье, благоустройство, водопровод, газ, электричество, радио, телевидение. Все это пришло, это все создавала система. И наполнение было во имя народа. Не вытаскивать там всяких Моргенштернов, всякую чушь, рассказывать там, показывать Бузовых и прочее. А давали высочайшие эталонные образцы мировой культуры. Будь то в любой сфере, так сказать, музыкальной, литературной, художественной и прочее. Учили, тащили народ к этому. Тащили, правда. Тащили за уши, да. А я не хочу, я хочу под забором, в грязи, с окурком петь блатные песни. Да, ты можешь, он там под забором, если не придет дядя участковый или добрый сосед, пинка не даст вашей веселой компании с гитарой, поющей матершинные песни. Но вас никогда бы не выпустили на широкую публику, потому что это плохо, это нехорошо. Да, ну ты, допустим, дурак, ты испорченный и прочее, но ты свою испорченность не должен вытаскивать в публичность. Тебя надо заткнуть, и это правильная политика для страны, которая думает о будущем, которая должна взрастить поколение эталонных людей с высокой моралью, культурой, образованием и прочим, вкусом, в конце концов. Вот когда мы говорим о КПРФ, то вся история ее возрождения с 93-го года, это период непрерывной борьбы за интересы людей, с большими достижениями или с меньшими. Ведь вы должны понять, уважаемые телезрители, избиратели, что если бы не было КПРФ, вас бы давно уже вообще смяли, загнали и все прочее. Это одна из причин всех подачек, которые у вас есть, всех каких-то надежд, обещаний, программ, которые выдает Единая Россия или другие партии, это потому что надо не допустить КПРФ к власти. Они же понимают, что такое КПРФ у власти. Да, она набралась опыта. Наши представители, допустим, в ЗАГС-собраниях есть во всех регионах, в муниципальных образованиях, в большинстве районов, в огромном количестве поселений. Наши люди, члены партии, знают, что происходит, каково состояние реальное, и они с этим пытаются бороться. Но бороться можно, когда у тебя в руках реальная власть, а для этого нужно большинство. У нас подготовленные кадры, программы есть, кадры для этого есть. Опыт реальной жизни и исторический опыт, это тоже за нашими плечами. Ни одна партия, вот сейчас говорят, за все хорошее против всего плохого. Как только мы начинаем говорить, там минималка должна быть 30 тысяч, да? Пенсия минимальная 30 тысяч, это минимум от кого идет. О том, что нужно решать проблему. Образование бесплатное, здравоохранение бесплатное, возрождение этих сфер по-настоящему, высокая зарплата медиков и работников сферы образования. Популизм, демагогия, а где деньги взять? А вот мы говорим, где деньги. У нас только от нефтегазового сектора большинство денег, а это порядка десяток, а то и 15 триллионов рублей, разбирается по частным компаниям, карманам. А бюджет 1,22 триллиона у России в этих случаях. Вот вам, пожалуйста, эти деньги. Но для этого надо национализировать важнейшие отрасли промышленности, нефтегазовую, металлургическую. Кстати, сейчас вот электроника, кибернетика, а настало время, все дорожает. Почему? Что там появились новые, так сказать, электронные устройства или это робототехника? Да нет, просто металл вздорожал, а он оказался основой строительства и всего машиностроения и прочее. Поэтому, а это у нас есть металлургия и ресурсы для этого есть. Лесная промышленность, да, вырубают, сжигают хищническое и прочее. Там тоже сотни миллиардов долларов, если считать в них, которые могли бы идти на развитие человека. Нам сегодня говорят, ну как мы будем жить без Запада? И предлагают какую-либо... Альтернатива в период Советского Союза? В том-то и дело, нам нужно развивать внутренний рынок. Нам радостно гонят газ в Европу или, так сказать, в Китай. Сами сидим на дровах, на угле, на мазуте, который дорожает безмерно, хотя у нас нефть и мазута это остаточная форма ее, так сказать, переработки. Это навалом, но... Почему? Потому что все отдали частникам, а у него одна задача. Я пришел, это мое, я должен выжать максимальную прибыль. И вот здесь, я сотни раз говорил в этом студии, надо понять, что Россия капиталистический путь исчерпала к 1917 году. Все остальное гибель для страны. И вот сегодня мы это двумя горстями, так сказать, пьем эти вещи. Куда не сунься? Сельское хозяйство, ЖКХ и так далее. Почему? Все это происходит. Частник. Частник. Частный интерес уничтожает. Мы же не говорим, что придут коммунисты, закроем парикмахерские салоны, салоны красоты, там, сказать, всякие буфеты, столовки, там, кафешки, ресторанчики. Да нет, но есть сфера, от которых зависит судьба каждого. От новорожденного в роддоме, который вычищен, в котором работают квалифицированные люди за хорошую зарплату, дорожащие собой, которых контролируют люди неподкупные, некоррумпированные органы надзора, что касается и отраслевых, что касается и правоохранительных. Эту систему нельзя будет, если придет КПРФ, сломать. Они ее уничтожали. Почему? Потому что, понятно, воровать-то нельзя было. А сегодня любое состояние, в основе любого крупного состояния, стоят, сказать, криминальные действия. Либо кровь, либо мошенничество в особо крупном размере. Ну, там целые статьи можно даже по нынешнему уголовному кодексу, квалификацию найти этих деяний. Поэтому у народа вариант, при котором что-то изменит только КПРФ. А почему существуют другие партии, за них голосуют? Ну, есть психотип определенный, да? Люди со сдернутой нервной системой, для них предложено ЛДПР. Это диагноз. Есть люди, которые бы за справедливость и, в общем, за социализм, но только ничего не делая, а критикуя, поучая пальчиком гроза и желая реформировать нынешнюю систему в капитализм с человеческим лицом. Я наблюдаю за справедливой Россией. Бывает капитализм с человеческим лицом, Александр Синьевич. Да, бывает, если, так сказать, он жрет других людей, да? Я уже рассказывал про эпоху, вернее, про ситуацию с шведским социализмом. Это вот капитализм якобы с человеческим лицом. В Америке высокий уровень жизни, в Европе. Почему? Да потому что за счет третьего мира, грабя всех, съедая сотни тысяч людей, оставляя вообще без надежды на существование, миллионы голодающих, там, без воды, без пищи. Вот это благополучие, на этом стоит благополучие Европы, Северной Америки и так далее. Советский Союз стал на пути грабежа этого и понимает, что давайте по-честному, в рамках системы, а в рамках системы без грабежа капитализм не может. И капиталисты не могут ни эксплуатировать, ни паразитировать, ни обманывать и прочее. Это закон. До наших людей не всегда доходит. Так вот, для тех, кто, в общем-то, за улучшение, вот вам справедливая Россия. То есть будем морализировать и говорить, что это нехорошо, критиковать существующие порядки и даже призывать, но ничего не делали для того, чтобы отстранить эти силы, олигархат от власти. Это есть, но, повторяю, это, так сказать, крупно набирает. А по мелочи в острый период, а сейчас мы вступаем в этот период, чтобы отвлечь людей от КПРФ с учетом, что борьба идет тяжелая, что мы, допустим, звонких побед и так далее добиваться тяжело, отвоевываем там по пяде, по миллиметру земли этой нашей или площади, они выдвигают партии, которые носят тоже название коммунистические, или, так сказать, чисто психология, новые люди. А, ну, КПРФ не получается, говорит безмозглый обыватель, давай-ка я за коммунистов России. А некоторые даже путают. Они слово коммунист считают один. А таких партий, где эксплуатируется много. А новые люди, ну да, тоже обыватель. Хочется человек, это в психологии человек. Он хочет попробовать чего-то. Ах, новые люди, ну-ка давайте за ним. Они пришли, что-то там, скажем, шебуршали, что-то раздали, у них денег немало. Вот, за новых людей. Другой разговор, что несправедливая Россия, ни ЛДПР, ни эта вот эта Шушера, они ничего менять не собираются. Они просто хотят получить доступ к каким-то позициям во власти. Депутатским мандатам, губернаторским креслам, глав администрации и так далее. Но в итоге это исполнители воли олигархов, как и Единая Россия. Поэтому, грубо говоря, это трехглавые, сказать, дракон у нас идет против КПРФ, и плюс вокруг у него мелкая шушера, эти, так сказать, крысята, покрашенные в красный цвет, или там, скажем, еще какие-то существа, которые выпускают на время. Они тоже должны взять какую-то часть голосов. Пусть немного не пробьются, но это все потом уйдет к той самой Единой России. Повторяю, ни программы, ни задач, которые ставит, ни одна партия из этих не ставит. Голосовать они могут по-разному. Причем я вот в Думе тоже, пять сроков был в Думе, я знаю. Иной раз они даже голосуют, как мы. А мы тоже голосовали за этот вопрос. Но они видят расклад, что закон, который не нужен народу, он пройдет, потому что у Единой России разные конфигурации немного были, ее голосов хватит для того, чтобы прошли. И они вроде, скажем, сохраняют какое-то свое лицо, а с другой стороны, постоянно подыгрывают Кремлю, Белому дому, я имею в виду Российский Белый дом. Ну, по большому счету, Белому дому, конечно, тому. Потому что Вашингтонский обком, он де-факто все равно, скажем, руководит этими всеми делами. Поэтому, если перемены, если за себя, любимого, хочешь побороться, за свои интересы, хочешь перестать быть дураком, у тебя выбор только КПРФ. Все остальное от лукавого. И 30 лет доказательств этого есть. Бесконечная учеба, оболванивание, одурачивание. Поэтому я думаю, что на выборы должны прийти не только люди недалекие, глупые, извините меня, выборы это не для дураков, выборы это для людей умных. И каждый раз, когда начинает, я и мои товарищи выходим на этот бой, я все время надеюсь, что вот эти умные люди не будут отсиживаться дома. Они придут, они придут поддерживать КПРФ, потому что только с нашей партией, только социализм, только советская власть, только коммунистическая партия могут вывести нашу Родину, нашу страну, каждого из этого болота, из этого смрадной жизни, бесперспективной жизни. Возродить Отечество. Нет, значит, мы опускаемся еще ниже, мы пробиваем очередное дно, нас все меньше. Но вы видите, что в мире происходит. Все так называемые страны цивилизованные, к которым тянулись, пытались добиться поддержки, их обхаживали, уговаривали и так далее, плюют в нашу сторону, делают, что хотят. И крупные, и мелочевка, уж извините, я не великодержавный шовинист, но надо вообще совесть иметь, соизмеряя, кто, так сказать, эти моськи, ну, по наущению, да, облаивают нас, летят только брызги, летят, а то и куснуть стараются, что нередко им удается. Кстати, безответно. Даже пнуть боимся. Эту собачонку, которая рвет штаны и хватает за... Дожили. Да. Александр Сеевич, что за команда идет на выборы от КПРФ? Я имею в виду наших товарищей, не остальные регионы, не центральные. Что это за люди, и почему они достойны выбора народа? Нет, и в центре вот прошел сиест, определены, так сказать, и центральный список, 15 человек, ну, там, часть людей широко измногие годы, есть свежие люди в центральном списке, хотя тоже на слуху, как правило, имели опыт депутатской работы, абсолютное большинство из них. Разбиты и определены регионы, в которых будут выборы в Государственную Думу. У нас объединена Омская и Тюменская область, будет округ один. избирательные в этом плане. Так было в свое время, в 95-м году на выборах. Мы были вместе с Тюменей, если мне память не изменяет. А что касается наших, у нас после съезда пройдет конференция, которая официально затвердит кандидатов и центральный список. Ну, здесь центральный список, три человека. К сожалению, не дают расширять возможности. Когда-то было пять человек, когда-то вообще можно было увеличивать. Но закон пишут так, чтобы им было удобнее. И в общей сложности, вот сейчас, мне доверено возглавлять кадровую комиссию, в наших списках порядка 90 кандидатов, которые идут в законодательное собрание по одномандатным округам и по партийным спискам. Потому что есть одномандатный округ и округ, мы называем, партийный. Они совпадают в этом плане. Что касается наших людей. Ну, вот Единая Россия, поскольку, ну, понятно, это не партия, а надо как-то привлечь себе внимание, проводит так называемый праймерис. То есть люди, заявляйтесь, и беспартийные, и откуда угодно мы будем смотреть, оценивать ваши шансы, выступаете с программами. Вот, и там будет голосование, и по итогам голосования вас выдвигает. Не буду вдаваться в детали. С моей точки зрения, для партии, если это партия праймерис, это не в наших традициях, у нас в партии людей выдвигает по тому, как они работали, как они бороли за интересы народа. Будучи ли депутатом, или будучи, условно говоря, партийным активистом или рядовым коммунистом. Это видно. Поэтому товарищи по партии видят, дают оценку, и они предлагают людей вот в эти списки. Идет процесс согласования, он непростой, учитываются многие факторы. Понятно, что желающих больше, конечно, чем возможности, чем округа. Это непростой, напряженный процесс. А что касается наших людей? Я знаю и всех одномандатников, которые проектируются у нас. Я знаю и большинство, лично знаком с большинством тех, кто идет по партийным спискам. Прежде всего, я повторяю, это люди, которые показали себя не только на словах, готовыми бороться за интересы людей, за реализацию программных установок партии, а это программная установка нашей партии, это интересы людей. У коммунистов нет интересов, отличных от интересов широких слоев трудящихся. Это первое. Второе, это широкий спектр профессиональный. Это люди разных профессий. Традиционно у нас есть учителя, у нас есть врачи, инженеры, работники аграрной сферы, промышленники, имеется в виду работники индустриальных отраслей. Этот спектр. Есть широко представлен национальный спектр. У нас практически все национальности или группы, которые есть у нас в Омской области, они так или иначе представлены и в списке наших товарищей. И, как говорят коренные, здесь жители Сибири, и люди, которых судьба времена и социалистического строительства, и после развала Союза привела сюда, на Омскую землю. Вот, ну, я назову, вы понимаете, что 90 человек, это много. А в общих чертах я скажу, это, как правило, бойцы. Ну, вот, я думаю, что ни для кого я не открою никакого секрета, что у нас окажутся нашими кандидатами Андрей Анатольевич Алёхин. Человек, который, ну, по сути дела, с тех пор, как существует законодательное собрание, является депутатом этого законодательного собрания. Кстати, Андрей Анатольевич Алёхин съезд утвердил вторым в партийном списке по нашему региону. Я имею в виду Омско-Томский. Тюменский, Александр Алексеевич. Омско-Тюменский. 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 Прошу прощения, да, конечно. Ну, был когда-то и Омско-Томский. Каких только не было, да. Вот. Ткачев Констант Германович. Вот человек завершает первый срок своего депутатского мандата, ну, найти человека более активного в любой сфере, в своей профессиональной деятельности, как журналист, который выложил свой журналистский талант на защиту интересов людей. Своей энергией, своим подвижничеством, своим напором, смелостью. В общем, он человек, который, на мой взгляд, на 300% оправдывает звание депутата и работает на народ. И благодаря ему очень многие вопросы решаются. Сейчас новые темы возникли. Появился совсем уже, беру, такой, так сказать, молодой депутат, который выиграл в тяжелой борьбе до выбора в ЗАГС собрания, Владимир Вениченко. Ну, человек активнейший. Это тоже с энергетикой, мощный, активный, не успокоенный, не терпящий никакой несправедливости и всегда готов сделать все, что можно и нельзя для того, чтобы помочь избирателям. Есть у нас Иван Викторович Федин. Вот, ну, уникальная тоже личность в партийной организации. По работе с людьми он, по-моему, сказать, если в рабочее время находится на своем боевом посту, секретарь обкома, то все остальное он тратит на округи, он среди людей, живущих в Кировском районе. И дальше у нас, я повторяю, про каждого, можно сказать, немало добрых слов. И людей случайных там нет. Там за людьми, если, допустим, ну, лично мы что-то не знаем, за человека ручается партийная организация. В чем принцип нашей отличия от этих? У нас люди ответственны перед партией, перед партийной организацией. Его предлагает партийная организация, люди, кто рядом с ним, и знают его не один месяц и не один год. И мы наблюдаем, действующие депутаты оцениваем, потому как он работал в этот период, насколько он командный игрок, и как он, так сказать, функционировал, сколько сил вкладывал в это дело, потому что для нас депутатский корпус спецназ. За нашими депутатами стоят законопроекты, которые тормозятся, но которые касаются, судя, сотен тысяч людей. И те же выплаты ветеранам Омской области, да, и те же пособия, и те же льготы для многодетных семей, и те же обманутые дольщики, и чего-то, да, и малый бизнес, поддержка малого бизнеса и все прочее. Я повторяю, это бойцы. Это люди, которые не будут смотреть, как бы использовать положение для того, чтобы войти в доброе к власти, и там что-то, так сказать, урвать свой кусок. И вся практика показывает, что нам удается подбирать такую команду. И если люди их поддерживают, то у нас все получается. Здесь вопрос другой. Сейчас мы должны быть готовы к тому, что на эту нашу команду обрушится масса негативного материала, высосанного из пальца, придуманного, клеветническое благо. Сейчас появились возможности, когда человек можно, извините меня, подобрать бы слово, облить грязью виртуально, используя современные технологии, потом их долго ищи, ловить, а вскроется, что это клевета, и привлекут к ответственности, когда уже выборы кончатся, и там уже будут маячить другие сроки. Мы с этим готовы. У нас серьезная, мощная, проверенная команда, сочетание людей старшего возраста с опытом проверенных, людей среднего возраста, которые энергичные, работоспособные, и молодые. Есть люди, на которых мы тоже делаем ставку, и которые должны показать себя со своей энергией, освоить новое дело, но дело-то простое у нас. Надо интересы людей выражать, интересы людей защищать, противостоять тому произволу и безответственности, которые демонстрирует нынешняя система власти, административная и законодательная перед страной. Поэтому команда, на мой взгляд, и конференцию утвердит хорошую команду. Мы за нее ручаемся, мы за нее отвечаем, и очень надеемся, что наши избиратели, не только наши сторонники, а я хочу подчеркнуть, что в Омской области один из самых высоких показателей поддержки КПРФ, что наши сторонники не только не уменьшатся, а прибавятся, несмотря на все старания, связанные с нарушениями выборных дел, трехдневными голосованиями, фальсификациями и так далее. предстоит тяжелый период, тяжелая борьба, еще осложняемая, судя по всему, третьей волной ковида, которая накрывает и страну, и наш Омский регион. Александр Сеевич, ну вот в КПРФ говорят, что если на избирательные участки придет 50% граждан, то мы сможем изменить ситуацию в стране. Как вот эти 50% граждан, которые потеряли веру в выборы, которые считают, что я не пойду, я посижу дома, все равно ситуация не изменится. Что еще им нужно сказать, чтобы они, это ведь немного времени занимает, все избирательные участки, как правило, в шаговой доступности находятся, работают там целый день, это занимает, я не знаю, полчаса, час от силы, просто покажи этой власти, что ты не согласен. Я думаю, что не 50% граждан не согласны, а все 80%, а то и больше. Сколько там наберется этих чиновников всего от общего числа граждан России, которых они притащат голосовать за партию власти? Не буду повторяться и говорить о том, что, конечно, на самом деле за чиновниками стоит их семьи, их родственники, которых тоже обязывают. Мало того, мы не называем чиновниками тех же КТОСы, а это сеть распространенная, и там старшие по домам тоже уже получают установки и так далее. За что борьба? Вот в чем сверхзадача? Это архитяжело сделать, но это делать нужно. Мы все эти годы, у нас есть определенный коэффициент выпуска агитационной продукции, мы по тиражам накрываем каждый дом, каждое хозяйство или домохозяйство правильно выразится, своими агитационными материалами. Другой вопрос, вчитывается ли, потому что формат разный, это может быть листовка, это может быть своего рода, так сказать, календарик, это картинка, которая дает, вот мы здесь, мы пришли, мы приглашаем, мы перед вами, и так далее. Есть газетный вариант, где расписывается все в деталях для тех, кто хотел бы, кто не знает, что такое коммунистическая партия, какая ее программа, и такие, такие тоже теперь выросло поколение, они могут это получить. Я не говорю про электронные, эти современные, в интернете все это при желании найти можем, но мы уже исходим не из того, что человек придет, что гора избирателей придет к Магомету, к ПРФ. Есть такая пословица, уважаемая, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Так вот, надо идти к этой горе, надо обойти, мало того, что опустил материал агитационный в ящик почтовый в ограде на селе, или в ящик почтовый в подъезде, и не один раз надо увидеть глаза человека, надо, чтобы они увидели, посмотреть в эти глаза, отдать ему в руки. Это огромная работа, но вы должны понять, что округа, это минимум 70 тысяч избирателей, 70 тысяч. Поэтому депутат сам, при всем желании, 70 тысяч за это время, умрет, но обойти не сможет, тем более, ведь это так, люди не сидят, не ждут, ты позвонил, придай их, кого-то нет дома, кто-то сейчас будет на огороде спасаться, от роста цен, надеюсь, с помощью этих вещей, кто-то в других местах, кто на вахте, и прочее, это обойти. Поэтому его команде, его сторонникам нужно найти, надо увидеть людей в глаза, нужно обратиться к ним и отдать из рук в руки, потому что то, что мы оставляем в почтовых ящиках, выходят старшие по домам, выходят наемники штабов наших противников, и они эти ящики чистят от наших материалов, стараясь не дать, не показать им. А с другой стороны, запуская, ведь не случайно, допустим, назначили того же Шойга в эту команду, это значит все вооруженные силы, за кого должны голосовать? За единую Россию, да? Вот, ну у нас вооруженные силы, конечно, якобы могучие, но они теперь, их меньше, чем чиновников, но тем не менее, это значимый ресурс, и в нужных точках, их можно чем хорошо, можно перебрасывать, создавать перевес избирателей в той точке, где они видят, чем они не занимались, а в течение вот этого срока этим они занимаются, теперь три дня, это все можно творить, вытворять. Нашим гражданам сотый раз надо повторить, ну, я вот своим товарищам тоже говорю, если вы упираетесь в человека, который там считается довольным и антикоммунистом, вы не тратьте на него силы, надо обходить, у нас сегодня идет война, а на войне надо, так сказать, обходить те доты, дзоты, вокруг которых можно, так сказать, тратить, ну, слава богу, ни кровь и ни жизнь, а теряешь время, а для нас время в период уборов очень важно, поэтому надо обращаться, ну, видите, больной, патология, антикоммунист, диагноз, антикоммунист, вот, выходите на людей, которые в расселенности, которые ничего не знают, на тех же ветеранов, которые дезориентировали, дезориентировали, когда президент там закрывает от ветра ветерана, которого через три дня, по-моему, мошенники обобрали и все прочее, вот, забота, а кто создал эту систему мошенников, кто создал систему, при которой такое может существовать, вы идите, идите к ним, работайте с ними, ну, по возможности, конечно, надо молодежь привлекать, но не так, конечно, мы не имеем возможности, как, допустим, у ректоров, которые идут на выборы, когда он даст команду, да, тут и говорят, в общагу получить, зачет получать, и прочие проблемы, попадешь в черный список, и прочие студенты, особенно первокурсника, напугать несложно, вот, поэтому у нас вариант только один, выходить вживую к людям, глаза в глаза, как можно больше, да, люди уехали на огород, езжайте в СНТ, там, слава богу, сказать, можно пройти, и отдайте там материалы, и скажите, что, наверное, в вашем возрасте вы могли бы, так сказать, заниматься несколько другими делами, не заботиться, чтобы были огурчики, помидорчики, там выросла свекла, в таких объемах, чтобы это была дотация к пенсии, а вы бы занимались только в свое удовольствие, выращивали бы цветы, любовались ими, потому что вашей пенсии хватало на то, чтобы приобрести все это в магазинах, а на земле работать для удовольствия, так сказать, себе в радость потребность живого организма, но это другая, ну и самое, конечно, главное, нам надо делать все возможное, чтобы пресечь безобразие того самого административного ресурса, формальный закон позволяет ограничивать их деятельность, вот это надо уметь делать, надо уметь бороться, бороться не только за наших граждан, убеждая их, но главное, бороться, давать укорот, подлости, так сказать, тех, кто сегодня будет заниматься продавливанием, защитой олигархов, вы ведь поймите, что к вам приходит агитатор не единой России, не хорошего врача, который, так сказать, выдвинул единого России, или не хорошего учителя, вам приходит защитник миллиардов долларов Абрамовича, Дерипаски, Вексельбергов, друзей по спорту и прочее, прочее, в этом главное, а не в том, что вы знаете, он хороший врач, а может меня примут, а может меня подлечат, а может мне зачтется, а я скажу, что я за него голосовал, а не зачтется, зачтется только то, что разрешит Дерипаска, что разрешит Абрамович, что разрешат и же с ними те 200 семей миллиардеров, которых устраивает эта система, вот об этом надо помнить, все остальное, и когда тем более придут там спортсмены известные, артисты от Единой России, я не хочу осуждать людей, ну хочется статуса, наверное, они не очень в этом плане подготовлены, хотя после завершения этой работы в Думе, многие говорят, а что они там делают, а какой толк? От бывших олимпийских чемпионов, которым мы гордились, ну, ты спортсмены, это замечательно, но при чем здесь депутатская сфера, тем более вами прикрывается, вашим, теперь уже прошлым блеском золотых медалей, прикрывают как броней, вот ту беду, которая, в России называется Единая Россия, ее союзников, справедливая, ЛДПР, и всякая там другая политическая шушера, идет схватка, либо ты с КПРФ и за, за родину, за свою семью, за себя любимого, за будущее своих детей и внуков, либо ты за внуков, правнуков, Дерипаски, Абрамовичей, Путиных, Мишустиных, Шойгу, и же с ними, по-другому, не будет, не бывает, все в твоих руках, в твоих изможженных, мозолистых, морщинистых руках, или в твоих нежных руках молодого человека, молодой девушки, вот подумайте, порешайте, на чьей вы стороне, для кого вы, по сути дела, голосуя за Единую Россию, вы предаете великую историю, великую Родину, великий народ. Спасибо, Александр Алексеевич. Вы смотрели акцент с Александром Кравцом. Увидимся в следующую субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова